Здравствуйте! В эфире итоговый выпуск программы «События» в студии Лариса Шлафаст. Все самое интересное за прошедшую неделю в нашем выпуске. Вначале коротко о главных темах. Решение, которого ждали давно, Самаре могут присвоить статус исторического поселения. Неожиданная находка. На дне реки в районе села Винновка обнаружили старинный корабль. Посылка на Камчатку. Самарские ученые поделились своей экологической разработкой, первой в мире съедобной посудой. Решение, которого ждали давно, статус исторического поселения Самаре могут присвоить уже до конца этого года. Какие возможности это даст, обсудили на заседании градостроительного совета при губернаторе. Виктория Шарая расскажет детали. У Самары богатое культурное наследие. В официальных списках числится порядка 1600 объектов. И практически все они нуждаются в ремонте. Если город получит статус регионального исторического поселения, это позволит привести объекты культурного наследия в порядок. Центр Самары наше достояние, наша жемчужина, которую мы должны максимально сохранять, беречь для будущих поколений. В разные периоды, к сожалению, принимались решения, которые не способствовали сохранению облика старой Самары. Наша задача создать такие условия и механизмы, при которых старый центр развивался бы гармонично, что позволило бы приводить в порядок те объекты, которые давно требуют реставрации, одновременно не допуская градостроительных просчетов при проектировании новой застройки. Сейчас генеральный план находится в стадии разработки. У федеральных структур возникли к нему замечания. И в него вносят изменения. Все они будут согласованы с жителями на публичных слушаниях. Наделение статус регионального значения позволяет нам оперативно принимать решения. И в случае появления такой необходимости наделения статусом федерального значения, мы всегда можем вернуться к этому вопросу и подготовить необходимые документы для принятия такого решения. Для разработки генплана предложено составить мастер-план. По сути, это свод мнений жителей, бизнеса, власти о том, как должен развиваться город. Эту идею проверят на практике на примере пятой просеки, где строится школа. Кроме того, в Самаре в реновации нуждаются промышленные территории, густозаселенные районы и частный сектор. При этом градостроительная политика должна быть согласована с планами развития инженерной, коммунальной и социальной инфраструктур. На сегодняшний день, во время строительства детских садов, школ и больниц, застройщики не владеют информацией, как расположены коммуникационные сети. И это создает массу проблем. Виктория Шарая, События. В микрорайоне Волгарь возводят новую развязку на пересечении улиц Тихомирово и Народной. Как идет строительство, проверила глава Самары Елена Лапушкина. А также осмотрела строящийся детский сад и улицу Александра Солженицына. На выездном совещании побывал и Андрей Горгуленко. Пока по проезжей части улицы Александра Солженицына можно спокойно гулять пешком. Автомобили редкие гости на этом участке. Но когда будет достроен детский сад и возведут школу и продолжат застраивать микрорайон, такой прогулки себе уже не позволишь. Улица Солженицына свяжет между собой новостройки, образовательные учреждения и парк дружбы народов, где и начинается дорога. Ее проложили по национальному проекту «Жилье и городская среда». Основная часть работ уже выполнена. Четыре полосы для движения, тротуары и система ливневой канализации. Осталось лишь навести порядок на газонах и установить освещение. В микрорайоне продолжается строительство детского сада. Он будет рассчитан на 215 мест. Рабочие уже возвели фундамент и перекрытие первого этажа. К 10 ноября планируют приступить к перекрытиям этажа второго, а также к работе по наведению порядка на территорию участка. В смену работает порядка 80-85 человек. Работаем в продленку. Продленка до скольки? Продленка до 10-11. Потом идет заготовка материала. На следующий день уходим. Работаем с 7 лет утра. Также глава города осмотрела стройплощадку нового выезда из микрорайона. Это будет четырехполосный участок улицы Тихомирово от Осетинской до Народной, обустроенный светофором, полосами для разгона и торможения, что позволит существенно сократить время движения до исторического центра города. Светофорное регулирование летом уже доказало свою эффективность на выезде из микрорайона. Проблем с выездом с Волгаря на время строительства Фрунинского моста не было. Жителям позволит это в разы сократить время, проведенное по дороге на работу. Строительство новой развязки усложняет перекладка коммуникаций. Но на комфорте жителей это никак не скажется. Отключений не будет. График всех переключений согласован с ресурсоснабжающими организациями. Достроить новый выезд из микрорайона планируют до конца этого года. Андрей Горгуленко, Николай Епифанов. События. Региональный Минтранс утвердил изменения в маршрутную сеть коммерческих перевозчиков Самары. С октября продлено движение автобусов номер 480 и 123. Насколько эти изменения были долгожданными для жителей, выяснила наша съемочная группа. Путь домой для Светланы Спасовой теперь перестал быть проблемой. Раньше последний километр до дома приходилось идти пешком. Через железнодорожный переезд маршрутки не ездили. Теперь 480 маршрут продлен. Мы столько пешком ходили, а сейчас в данный момент прям подъехали, перешли, пересели на другой транспорт. Мы очень рады, спасибо, что заметили и услышали нас. С просьбами продлить 480-й межмуниципальный маршрут на одну остановку, жители микрорайона обратились к губернатору Дмитрию Азарову. На оперативном совещании в региональном правительстве министр транспорта доложил. Вопрос решен. Маршрут заработал по-новому. Школьный маршрут там работает, все в порядке? Школьный маршрут работает, все в порядке. А здесь еще не можно? И с 17 октября он начал ходить, переезжать железную дорогу и на проспекте Мира отстаиваться. Все с пятницы? Да, все с пятницы есть. Хорошо. И включили в прибывалку? Хорошо. Чтобы открыть движение, потребовалось сначала привести в надлежащее состояние сам переезд на 179-м километре перегона Козелковская-Водинская. После этого региональный Минтранс внес изменения в реестр межмуниципальных маршрутов. Наполняемость автобусов где-то 50%, прибывающих сюда как раз жителей микрорайона и отсюда убывающих. На данном маршруте работает 42 единицы поджимого состава. Значит, стоимость билета осталась без изменений. Уменьшился интервал движения по маршруту в связи с тем, что количество пассажиров увеличилось, так же добавили машину. Кроме 480-го продлен еще один 123-й маршрут, который теперь следует от поселка Петра-Дубрава до новой жилой застройки в Волжском районе. Лариса Шлафаст, Николай Епифанов, События. Шесть детских садов в Самаре откроют свои двери до конца года. Это более полутысячи дополнительных мест. Систему распределения сделали максимально прозрачной. Места автоматически раздает специальная компьютерная программа. За процессом наблюдала Мария Левина. Елена Гришанова с маленькой Агатой уже несколько лет стоит в очереди в детский сад. Рассказывает, когда писала заявление, малышке было полгода, сейчас три. Все это время женщина сомневалась в честности распределения мест. Думала, играет роль человеческий фактор. Но в действительности все решает компьютер. Специальная программа оперирует данными детей. В ее распоряжении лишь порядковый номер. Не указаны даже контактные данные. Сегодня Елена смогла убедиться в этом лично. Да, есть изменения, есть. Заметные изменения, улучшения есть в работе, есть. Открывшиеся новые сады, мы надеемся на них. Благодаря национальному проекту «Демография», инициатором которого является президент России Владимир Путин, в Самаре вскоре откроются шесть новых детских садиков. Распределение мест в которых происходит по автоматизированной системе и запланировано в два этапа. Сегодня распределили места в трех из них, а уже через месяц, 22 ноября, решат судьбу остальных. Дополнительные места для малышей появятся не только в новых садах, но и в тех, которые откроют свои двери после ремонта. Например, детский сад номер 56. Сегодня его посещают 400 воспитанников. В учреждении есть четыре корпуса. Все они – памятники архитектуры регионального значения и находятся в историческом центре города, где места в дошкольных учреждениях на расхват. Один из корпусов, что на Льва Толстого, закрывали на капитальный ремонт. С начала декабря сюда смогут пойти 75 маленьких жителей города. Там осуществился комплексный ремонт как групповых помещений, так и административно-хозяйственных блоков. И на сегодняшний день стены данного детского сада готовы укомплектовать воспитанников и встретить их вместе с родителями. В детсадах на Карла Маркса – 448А, Нововокзальной – 213, Алма-Атинской – 138, Ташкентской – 116. Появится по 240 дополнительных мест. Еще 150 малышей смогут пойти в садик на улице Георгия Ратнера, 25. Чтобы принять участие в распределении, родители должны подать заявление. Сделать это можно через интернет, либо обратившись в многофункциональный центр. В заявке важно упомянуть конкретное дошкольное учреждение. Также необходимо предоставить оригиналы паспорта и свидетельства о рождении ребенка. При подаче заявления через сеть эксперты рекомендуют все же зайти в МФЦ и удостовериться, что вас поставили в очередь, и ожидать распределения. В последнее время мы стараемся эту процедуру делать ежемесячно, и каждое вакантное место, которое освобождаемся, стараемся сразу предоставить родителям, чьи дети еще эту муниципальную услугу не получают. Чтобы попасть под распределение в муниципальный сад, нужно отчислиться из частного. Перед этим на мобильный телефон, указанный в заявлении, должны позвонить из сада, в который ребенок прошел распределение. Елена Гришанова проверила работу программы и убедилась в ее точности. На глазах женщины компьютер распределил ее ребенка в новый детский сад. Все результаты сегодняшнего отбора можно узнать на сайте, указанном на экране. Мария Леевна, Максим Гусев, События. Когда законопослушные самарцы ложатся спать, покой на улицах города охраняют сотрудники Росгвардии. Каждое дежурство похоже на сценарий криминального сериала 90-х. Вместе с гвардейцами в рейд отправилась наша съемочная группа. Оружие получено, инструктаж пройден, приемы рукопашного боя отработаны. Гвардейцы выстраиваются в шеренгу у патрульных машин, руководство оценивает их внешний вид. У каждого при себе удостоверение, специальные средства, каски и бронежилеты. Принесение службы, соблюдать вежливое и тактичное обращение с гражданами, неупросто соблюдать правила дорожного движения и законности, оружие специальности места предъявить как правильную меру, вольную по парашюту задействовать. Главная задача Росгвардейца – пресечь преступления. Статистика говорит сама за себя. Нашими сотрудниками было пресечено более 6 тысяч за административные правонарушения и за преступления. Фонд федерального бюджета было перечислено за охрану более 300 миллионов рублей. Разыскано более 50 человек, находящихся в том или ином розыске. После построения гвардейцы рассаживаются в патрульные автомобили и отправляются на службу. Сержанты Бахадыр Акберов и Александр Матюшкин работают бок о бок уже больше года. Им часто приходилось попадать в нестандартные ситуации. Каждый раз происходит что-то новенькое, так что разнообразие тут есть. Работа для меня интересная. Контингент людей бывает разный, если честно. Разговор прерывает рация. В одном из павильонов на Старозагоре сработала тревожная кнопка. Росгвардейцы на месте уже через три минуты. Здравствуйте. Здравствуйте. Что у вас произошло? Человек обучаю случайно нажали на кнопку. Вызов ложный. Едем дальше. В темных дворах промышленного района стражи порядка замечают молодых людей, которые прыгают по крыше отечественной легковушки. А почему мы ходим по машине? Да ну просто ребятам, девочкам показал. Девочкам показал? Да. Что именно? Ну то, что вот они, сфоткаться хотели. Сфоткаться? На крыше машины? Ничего противозаконного, я студент. Силовики проверили машину на розыск. Легковушка в угоне не числится и действительно принадлежит студенту. Юноша раскаялся и отремонтировал автомобиль на глазах у изумленных росгвардейцев. Так получилось. Следующий инцидент более серьезный. На ступеньках одного из алкомаркетов двое мужчин. Один из них лежит лицом вниз, не двигается. Перебрал. Характерный запах перегара, невнятная речь с обильным содержанием ненормативной лексики и полная дезориентация в пространстве. Молодой человек. Добрый ухл. Здравствуйте. Давайте поднимемся. Управление в росгвардейце. Все у вас нормально? Мужчина уверяет, увлекся алкоголем из-за ссоры с женой. Росгвардейцы вызывают скорую помощь и передают незадачливого супруга в заботливые руки врачей. На этом совместное дежурство подходит к концу. Журналисты отправляются домой, а у росгвардейцев еще пять часов до окончания смены. Анатолий Головко, Николай Сидоров. События. Опасные для здоровья продукты с истекшим сроком годности. В одном из гипермаркетов Кировского района Самары нашли целую корзину просрочки. Как эти товары оказались на полках и как будут бороться с недобросовестными продавцами, расскажет Анатолий Головко. Как допускается вообще такое огромное количество просроченного товара? Не хватит рук. Торгуют просрочкой и не краснеют. Продавцы крупного сетевого магазина на Зубчининовском шоссе явно не ожидали, что им придется списывать товары с истекшим сроком годности, но их планы разрушили ревизоры. Участники внепланового рейда нашли на полках некачественные яйца, кофе, орехи, рыбу, лимонад, соусы и печенье. По словам проверяющих, подобные нарушения не редкость. Недобросовестных продавцов не пугают крупные штрафы и совершенно не беспокоят здоровье покупателей. Был куплен товар на 2 с лишним тысячи рублей просроченного. Соответственно, также в данной торговой точке мы отбирали молочную продукцию, мясную продукцию на контрафакт. Отобрали молоко, кефир, сметану, фарш говяжий с виной и колбасы гостовские. Молоко, масло и фарш местного производства отправили на лабораторные исследования. Экспертам Роспотребнадзора предстоит проверить продукты на качество. Сегодня была именно выбрана Кировский район, окраина, куда люди выезжают на дачу, на природу. Магазин находится на выезде из города, поэтому дополнительно еще мы взяли и мясную продукцию, те же шашлыки, люди которые покупают. Просроченные товары – не единственное нарушение, на которое обратили внимание ревизоры. На одной из полок вместе с натуральным сливочным маслом лежали спреды – продукты с заменителями молочного жира. Продавцы таких тонкостей законодательства не знали и вводили покупателей в заблуждение. У нас в одном месте находится. А по закону? По закону не могу сказать. Не в курсе, да? Ну, вам для справки в разных. Они не могут находиться в одном и том же месте. У вас здесь и с заменителем, и без заменителя. Продавцам ничего не оставалось, как начать устранять нарушения на глазах изумленных покупателей. Натуральное сливочное масло и спреды начали раскладывать по разным полкам, но халатное отношение к работе им просто так с рук не сойдет. За торговлю просроченными продуктами владельцев сети могут привлечь к административной ответственности. Штрафы более чем внушительные – от 350 тысяч рублей. Анатолий Головко, Григорий Плешаков. События. Гончарная мастерская, инклюзивный театр, адаптивный тренажерный зал. В Самаре появится первый инклюзивный ресурсный центр. 400 специалистов со всей страны уже планируют приехать на стажировку. Елена Малютина узнала, когда заработает центр. Несбыточная мечта уже частично воплотилась в жизнь. У инклюзивного ресурсного центра появилась крыша над головой. Это здание администрация Самары передала по договору безвозмездного пользования. Дело осталось за малым – сделать ремонт. Но пока денег у центра нет. Но здесь верят, что это ненадолго. Уникальный в своем роде центр помог бы сотням людей, которые от рождения или по воле судьбы стали инвалидами. Было бы неплохо, если бы здесь был тренажерный зал, адаптивный, удобный для посещения людьми как с особой потребностью по здоровью, так и другими. Потому что все-таки тоже должна соблюдаться инклюзия. После ремонта здесь планируют открыть гончарную мастерскую, инклюзивный театр, специально оборудованный тренажерный зал. Кроме того, в центре будут помогать инвалидам найти себе занятие по душе. Таких инклюзивных центров полного цикла в России пока нет. Уже сейчас 400 специалистов со всей страны хотят приехать на стажировку. С 2014 года моя команда изобретает современные инклюзивные практики. То есть те форматы мероприятий, где может принять участие человек с любой формой инвалидности, вместе и наравне со своими сверстниками без инвалидности. Мы редко просим о помощи. Обычно сами идем и помогаем. Но сейчас помощь нам очень нужна. Первым делом нужно заменить старые коммуникации, прогнившие полы, окна и подоконники. В конце ноября будет аукцион, средства с которого пойдут на ремонт помещения. Поучаствовать в нем может любой желающий. Пока время, место и точная дата не назначены. Но в ближайшее время в социальных сетях в группе инклюзивного ресурсного центра появится информация. Помимо того, что нужно сделать ремонт в помещении, еще предстоит создать инфраструктуру вокруг него. В первую очередь отреставрировать лестницу. А также нужен пандус, перила и парковка. Для того, чтобы люди с любой формой инвалидности могли с комфортом добраться до центра. Елена Малютина, Григорий Пляшаков. События. Неожиданная находка. На дне реки в районе села Виновка обнаружили старинный корабль. По предварительным данным ему 600 лет. Историю затонувшего судна узнала Мария Левина. На кадрах подводной видеосъемки затонувший корабль, которому предположительно 600 лет. Находку обнаружили в районе села Виновка на глубине 10 метров. Возможно, веками судно было захоронено гораздо глубже. Но из-за обмеления Волги в этом году поднялось выше. Я сначала с этой стороны пошел, вот этот нашел, вот оно такое ребро. Вот здесь, типа бор, да? Но почему-то эти выгнуты наружу, шпангово, да? Наружу выгнуты. Такое ощущение, что она вверху дном. Большая часть корабля находится в песке, но палубу, корму, цепь и канаты можно рассмотреть. Размеры корабля впечатляют. Длина 50 метров, ширина 20. Такой поистине гигант по тем временам был редкостью. Эксперты уверяют, палуба однозначно иностранная. Скорее всего, это Азия или Иран. Кому принадлежит судно, пока неизвестно. Но то, что оно являет собой культурную и историческую ценность, это факт. Со дна достали часть древесины и металлический гвоздь. После проведенной экспертизы стало понятно, что ладья относится к концу 14-го, начала 15-го века. Исследованием занимались ученые Самарского политеха с помощью технологий, созданных в университете, специальных ультразвуковых сканеров и глубоководного робота. Экспертиза показала, что содержание чистого железа в гвозде 99,5%, что для современных изделий не свойственно. Лигирующий элемент в этом железе, в этом образце отсутствует. Мы по наличию лигирующих элементов могли, можем. Сразу говорить о том, что это материал не с сегодняшнего дня. Если результаты предварительных анализов верны, то найденная ладья старше Самарской области. На рубеже 14-го и 15-го веков Поволжье даже не входило в состав российского государства. А участок Волги, где было найдено судно, служил транспортной артерией для торговых кораблей. Огромные габариты ладьи наводят на мысль о военном флоте. Однако непонятна причина, по которой военный корабль мог зайти в Поволжье в то время. Завоевание Волги приходится на конец 15-го века, эпоху Ивана Грозного. Картина выстраивается весьма и весьма примечательно. Если это судно все-таки 14-15-го столетия, то, возможно, революционные какие-то теории будут созданы о том, кто же осуществлял судоходство. Возможно, внесены корректировки в известные конструкции судов. И, возможно, уточнена ситуация о том, насколько Волга являлась действительно активной судоходной артерией в этот период времени. Впереди еще много экспертиз, которые помогут понять, сможет ли неожиданная находка на Средней Волге изменить историю российского государства. Или, по крайней мере, внести в нее корректировки. С помощью дополнительных сведений удастся определить, в каких отношениях между собой были поселенцы на Верхней, Средней и Нижней Волге. Корабль, который нашли в Самарской области, сможет посоревноваться в возрасте с самой на сегодняшний момент древней палубой – Нижегородской Белянью, которой предположительно 400 лет. Нашли ее в притоке Волги и Ветлуге тоже в момент обмеления реки. Мария Левина, Максим Гусев, События. Самарские ученые решили поделиться своей экологической разработкой – первой в мире съедобной посудой. Отправили ее туда, где утилизация мусора труднодоступна – на Камчатку. В оформлении подарочного сервиза поучаствовала Мария Левина. Самарские ученые продолжают экспериментировать. Теперь для создания съедобного стакана они используют не только яблоко, но еще морковь, тыкву и даже кабачок. Насладиться экологической разработкой самарских ученых теперь смогут жители Камчатки. Вкусно! Изначально стаканчики из натуральных ингредиентов задумывались как посуда для космоса. В отличие от пластика, такой сосуд не оставляет после себя следов. Его можно просто съесть. Он вкусный и напоминает яблочную пастилу. Сейчас разработкой самарских ребят заинтересовались предпринимателем. Такую кухонную утварь захотели приобрести санатории и турбазы отдыха. Но закупать товар предприятия привыкли оптом. Чтобы производить большие партии, необходимо новое современное оборудование. Сейчас же студенты могут создавать до 30 стаканов в день при условии полной занятости в 8 часов. Что в их случае совмещение с учебой нереально. Сейчас мы больше смотрим как подарочные наборы, как возможность реализации такого набора для мест, где труднодоступна утилизация мусора, ввиду того, что у нас экологическая проблема в 21 веке. Это проблема номер один. Съедобная посуда позволит снизить количество бытовых отходов. В Кроновском заповеднике, что на Камчатке, с утилизацией мусора, сложно. Поэтому самарские студенты решили отправить туда целый сервиз для чаепития. Стаканы и блюдца. Над формой последних лаборантам пришлось покладывать. Это свежая разработка. Молодые ученые своими руками бережно упаковали сервиз. Посылку оформили как перевоз хрупких вещей первым классом. Студенты даже узнали, что есть такой заповедник, и решили, что вот такой можно сделать необычный подарок в день рождения Кроновскому заповеднику. А Почта России поможет этот подарок отправить. Оформили посылку, не выходя из университета, онлайн. В дороге она проведет 6 дней. К следующей пятнице, 85-летнему юбилею заповедника, будет доставлено по адресу. Перемещение ценного груза будет отслеживаться. Мария Левина, Василий Кладошов. События. На этом наш выпуск завершен. Читайте нас в Твиттере, смотрите на экранах своих смартфонов и планшетов на базе Android и iOS. Отличного настроения и хороших выходных. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин